Добрый день, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же «Моряк» и это «Фокусы от моряка», как вы догадались. Сегодня у нас с вами очередной обзор очередной колоды. Сегодня мы будем с вами рассматривать колоду «Талли Хо Вайпер». Это колода в черном свете и прежде чем мы начнем свой обзор, прежде чем я начну свой обзор, я хочу поблагодарить моего подписчика Егора, который подогнал мне эту колоду для обзора. Егор, если ты смотришь, отдельное тебе спасибо. Ну что ж, время не тянем и смотрим. Ну окей, друзья, давайте смотреть обзор данной колоды. Итак, напоминаю, колода «Талли Хо Вайпер», такого черного цвета. Ну я так понимаю, что все-таки создатели «Талли Хо» учли любовь многих картежников к черному цвету и, соответственно, «Талли Хо» в черном свете нельзя было не ожидать. Ну что ж, давайте посмотрим. Короче, как обычно, привычная нам рубаха, точнее лицевая сторона коробочки. Надпись «Талли Хо», «Доггерти», то есть все это нам уже как бы знакомо. Единственное, что здесь добавлена надпись «Вайпер» и надпись «Ультимейт Кэрт Хэндлинг». Ну здесь, соответственно, надпись «Плейнг Кардс» и, собственно, вот черный цвет с серебром такой вот сделанный. Далее, значит, «Перформанс Коутинг» «Made in USA», далее «United States Playing Card Company», в общем, все то, что нам уже знакомо. Здесь, соответственно, рубашечка «Талли Хо», ну и надпись «Покер Сайз» и так далее, то есть покерный размер. Давайте откроем ее, внутри коробчонка у нас беленькая, на ярлыке, значит, привычная нам надпись о том, что «Талли Хо» – это торговая марка, зарегистрированная, «Плейнг Кард Компани», в общем, не смейте воровать. Итак, вы думаете, что здесь такой пиковый туз? Ошибаетесь, это рекламная карта, студия «Иллюзионист», так как они, значит, собственно, здесь создавали эту колоду. Ну вот такая надпись «Вайпер». Далее здесь у нас идет такая какая-то рекламная картишка. «Are you ready to perform magic tricks? You never drove possible». «Learn magic tricks and the car tricks with the dynamic DVD How to do street magic». Как делать уличную магию? По-моему, я его смотрел, кстати. Ну и здесь такая вот эмблемочка «Иллюзиониста», и здесь такая вот змейка вокруг этой буквы «Е» такая пролезла. Ну, надписи, значит, «Best Pain Card in the World», ну, в общем, не так интересно. Итак, значит, сама колода, скажу сразу, привычная нам всем «Талли Хо», ой, не помню как, «Фэнбэк» или «Сёрклбэк». По-моему, «Фэнбэк». Вот такая вот рубашка, по-моему, на «Фэнбэк». «Сёрклбэк», по-моему, там, где эти. Хотя могло ошибаться. Ну да ладно, не важно. Итак, «Джокер». Всем привычный вот этот вот ловец, охотник на лис, который орет «Талли Хо». Ну и, собственно, как бы вот такой вот мужичишка здесь у нас, изображенный с кнутом, с цилиндром. Ну, мне он больше нравится именно в оригинальной колоде, потому что он там цветной, прорисованный. Разукрашенный, точнее. Далее. Опять такой же дядька, значит. Ну, в общем, «Джокеры» одинаковые. «Ту Спик». Привычный «Ту Спик», «Талли Хо». Такая же надпись «Доггерти», то есть это основатель компании, да, который производил изначально эти карты. Надпись «Плейнг Кардс». Ну и, собственно, вот сама, значит, эмблема вот этой пиковой масти. И здесь вот эти вот кнуты и лежащие. Вот. Значит, что хочу сказать. В этом колоде используются цвета вот чёрный и серебристый. В принципе, больше никакие цвета здесь не используются. Рубашечка такая же, как у «Талли Хо». Вот единственное, я не помню конкретно какой это. «Фэнбэк» или «Сёрклбэк». По-моему, «Фэнбэк» всё-таки. Вот такая вот рубаха. Итак, погнали. Значит, «Двойка», «Тройка». То есть здесь изображение мастей и изображение индексов. Это классика, то есть классические изображения. Далее. Так же, в принципе, как и изображение старших карт. «Валеты», «Дамы», «Короли». То есть привычные нам изображения, но только такие вот чёрно-серебристые. Ну, собственно, больше и рассказывать про эту колоду нечего. Стоит на неё только вот так вот немножечко посмотреть. Посмотреть увиденные, точнее привычные нам эти изображения. То есть никаких изменений в плане индексов, мастей мы не видим. То есть старшие карты прорисованы точно так же. То есть вот всё то же самое. По качеству, ну, качество такое же, как и у таликов, у обычных, значит. Хотя у меня таликов-то, в принципе, не было никогда. Я их брал только для обзора. Ну, в принципе, по мягкости те же самые картишки. То есть верятся хорошо. Ленточки хорошо раскладываются. То есть можно нормально с ними поиграться. В общем, если вы любитель чёрных цветов, и если вы хотите колоду таких вот чёрных цветов, то можете присмотреться к такой колоде, как Тайли Хо Вайпер. Ну что же, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до следующих встреч на нашем судне. Пока.